приветствую на канале про деньги и рынки я максим журавлев сегодня 1 ноября и так давайте поговорим про банковские вклады а точнее про налог который мы все должны с вами заплатить от доходов которые получаем вот этого способа пассивного получения доходов ну и конечно обсудим отчет на сбербанка эта информация будет особенно интересно тем кто продолжает следить за фондовым рынком продолжает искать наиболее интересные предложения на перспективу не забудьте то что вы можете смотреть мои обзоры не только на ютюбе но например на vk видео либо рутубе и конечно же телеграм-канал про деньги и рынки ссылки на свои ресурсы я ставлю ниже в описании под этим видео поэтому жду вас в числе подписчиков и так давайте уже приступим конкретному значит вот эта информация которая опубликована и она касается всех вкладчиков которые вот держат деньги на банковских вкладов а такое количество растет по всем известным причинам cb вот буквально недавно повысил ключевую ставку до 21 процента годовых что конечно же еще больше привлекает внимание вот на этот способ получения доходов сразу забегая вперед хочу сказать что вот эти изменения или точнее корректировка по этому налогу это в общем-то даже небольшой позитив для тех кто держит деньги в банке в чем суть дело в том что налоги мы с вами платим с тех доходов которые получаем от банковских вкладов но есть минимальный порог который не облагается налогом то есть мы если с вами получаем определенную сумму денег то есть минимальная сумма с которой мы не обязаны платить вот эти самые 15 процентов или 13 процентов ндфл а так вот этот порог был увеличен то есть получается вот эта сумма дохода который мы с вами будем получать в перспективе она увеличена и от нее не будет уплата налога на доходы физических лиц я буквально коротко объясню схему чтобы всем было понятно налог считается следующим образом берется 1 миллион рублей как за некий эталон этот 1 миллион рублей предположим да то есть неважно что у вас миллион рублей нет это просто миллион рублей умножается на максимальную ключи процентную ставку ключевую ставку на первое число каждого месяца в отчетную дату сейчас эта ставка составляет как мы знаем 21 процент годовых то есть если мы умножаем 1 миллион рублей на 21 процент получаем в двести десять тысяч рублей именно вот эта сумма двести десять тысяч рублей как раз и не подлежит налогообложению то есть если вы например оформили банковский вклад вот буквально на этих днях получили хорошую по или планируете получить хорошую доходность и если ваш доход будет меньше чем двести десять тысяч рублей вот от этого вклада то эта сумма не подлежит налогообложения вот такая простая достаточно математика но при этом стоит помнить что когда ключевая ставка была меньше например в 2023 году а есть же ведь у нас банковские вклады которые были оформлены например на тогда когда ключевая ставка была не 21 процента например 16 годовых то конечно же там порог чуть поменьше и минимальный порог она которой не начисляется налог на доходы физических лиц составляет сто пятьдесят тысяч рублей умные люди уже посчитали какова минимальная сумма вклада должна быть сейчас на банковском вкладе чтобы не платить налог это порядка одного миллиона сто тысяч рублей то есть это вот та сумма если мы с вами размещаем депозит в банке и получаем доходы в среднем до который сейчас имеется по банковским вкладам предложения от которой мы с вами можем не платить налог здесь очень важно понять еще один нюанс что ситуация крайне индивидуально и мы берем с вами не только конкретно отдельно взяты на вклад например а вообще в расчет берется практически вся вот эта база то есть все счета накопительные вклады в разных банков и считается средняя ставка например по отдельно конкретно взятому клиенту естественно эта ставка она будет далеко не вот именно 21 процент и соответственно получаемый доход конечно же будет но чуть поменьше чем например мы только что посмотрели на примере и это первый это второй момент все таки вот здесь в этом материале указано что средняя сумма вкладов в россии составляет около трехсот тридцати тысяч рублей ну плюс минус соответственно а большое количество вкладчиков не будет платить в принципе налог на доходы физических лиц о которой мы только с вами говорили ну а те в клиенты которые банков которые имеют большие вклады более там полутора миллионов рублей и выше вот там уже будет расчет по банковскому депозиту то есть будет уплата налога но еще раз двести десять тысяч рублей это вот та сумма от которой налог не будет исчисляться а все что свыше это конечно уже будет подлежать налогообложению поэтому вот такие моменты на и учтите вот эти все нюансы когда вы будете считать или планировать свои финансы у нас одна из крупнейших голубых фишек акции компании сбербанка и сам сбербанк представил буквально вот вчера отчет по итогам девяти месяцев 2024 года сразу хочу сказать что этот отчет привлекает к себе внимание частных инвесторов аналитиков все лишь только потому что в последнее время сбербанк но очень много он говорит про дивиденды да и в принципе все ждут дивиденды по итогам уже 24 года это во первых и во вторых но многие все-таки думают что банковский сектор больше всего зарабатывает денег и вот буквально хотел бы достаточно простыми словами вам рассказать вот про этот отчет чтобы всем было понятно на какие моменты нужно обратить внимание нам всем чтобы искать и не планировать или не рассчитывать на одно а получаем по факту другое кстати друзья у меня еще есть клуб инвесторов про деньги и рынки плюс вот такую подобную аналитику более глубокую аналитику по разным имитентам и не только мы проводим на регулярной основе ссылку на свой закрытый клуб и оставлю внизу исключительно для тех кто продолжает инвестировать кто хотел бы получать больше информации приглашаю подписаться и так значит давайте начнем с того что за 9 месяцев уже текущего года сбербанк немного но увеличил чистую прибыль по мсфо по международным стандартам финансового отчета именно от этой суммы как раз и в перспективе планируется расчет будущих дивидендов я напомню что дивидендная политика сбербанка предполагает 50 процентов от чистой прибыли по мсфо и если мы видим что чистая прибыль как раз по этому показателю растет значит вроде бы как предполагается и увеличение дивидендов по итогам 24 года это конечно хорошо но если мы посмотрим квартальную статистику дали квартальную отчетность то по итогам третьего квартала здесь наблюдается друзья даже снижение чистая прибыль немного буквально немного но сам факт в третьем квартале чистая прибыль немного сократилась и сокращение произошло но на самом деле за счет того что увеличились расходы на содержание персонала это во первых плюс ко всему увеличилась но несколько обязательства банка обязательства как раз по выплате тех самых процентов по банковским вкладам о которых мы сегодня уже поговорили потому что количество вкладчиков растет темпы кредитования немного но тем не менее чуть-чуть замедляется и соответственно банковская маржа так называемая она сокращается а что такое банковская маржа это по большому счету именно разница между полученными доходами от выдачи кредитов и теми процентами которые банк должен выплатить вкладчиком и вот эта разница как раз и есть банковская маржа и смотрите вот вот такой вот небольшой на скажем вот размах да и мы видим это только лишь так не вот не сюда мы смотрим вот сюда рентабельность вот чистая маржа видите как произошло падение то есть 2023 году был максимальный рост а уже начиная с первого квартала текущего года эта маржа сокращается соответственно потенциальная доходность банка тоже сокращается но друзья это еще не все и хотел бы еще обратить внимание на один момент дело в том что у банка не только в квартале с чуть сократилась прибыль но по итогам конечно мы видим рост так еще и есть некоторые моменты которые тоже ну пока скажите нужно на который нам обратить внимание речь идет о достаточности капитала если простыми словами для широкой аудитории я лишь поясню что есть к понятия норматив достаточно достаточности капитала он показывает сколько денег собственных у банка на случай если вдруг например клиенты резко побегут с этого банка будут забирать все деньги и на и банку необходимо будет свои обязательства как-то погашать обслуживать выплачивать проценты за счет собственных денег и вот как раз вот этот показатель друзья он немного снизился мы видим что еще в июне месяце он составлял на уровне 14 чуть более процентов а уже к сентябрю он уже спустился ниже 13 процентов то есть получается количество денег собственных которые нужно иметь для каких-то потенциально кризисных явлений на случай вдруг если что так вот это количество денег чуть-чуть сократилось и вот этот момент конечно он ну несколько негативен поэтому вот эти моменты тоже давайте учитывать и по большому счету мы можем сделать с вами вывод опять-таки это мое личное суждение по этому поводу что принципиально какого-то серьезного позитива вот на здесь и сейчас в акта сбербанка пока не так много и еще дело в том что 6 декабря сбер представит прогнозы уже на следующий двадцать пятый год здесь будет представлена некое видение будущего и уже потенциально мы можем представить что может быть это сокращение кредитования это рост именно базы по выплате процентов по вкладам и еще большее например сокращение возможно чистая прибыль и потому что высокая ключевая ставка конечно же она имеет лак во времени и постепенно начнет влиять уже на деятельность коммерческих банков сбер и в этом смысле тоже не исключение поэтому есть предположение по крайней мере я не исключаю что акции сбербанка могут еще скорректироваться вниз по стоимости это не означает что все пропало это лишь означает что чем дешевле акция сейчас тем она имеет потенциальную доходность в будущем вот такие друзья короткие выводы мы можем сделать на сегодня подписывайтесь на канал если вам понравился мой обзор подписывайтесь на все мои дублирующие каналы на случай вдруг если youtube совсем закроется ну и конечно телеграм-канал а также закрытый клуб про деньги и рынки плюс все ссылки внизу в описании под этим видео до встречи